У меня теперь волосы как сосульки висят такие. Убери свой хвост! Убери свой хвост! Он зовет меня на процедуры. Че он такой зеленый? Сама маленькая, худенькая, лапенька. Как у мамы с папой. Пополз, пополз. Всем теплого, солнечного, доброго утра. У нас дома сейчас идет уборка. Прибираемся маленько. Потом с Настюхой хотим прогуляться. Мы с Настей записаны к эндокринологу. Я поговорила с одним врачом. Здесь с чем у вас учащенное сердцебиение? Это может быть связано с щитовидной железой. Поэтому мы идем к эндокринологу, к детскому. Посмотрим, что она скажет. Погода прекрасная. Быстренько заканчиваем уборку и собираемся. Пришел Макс с больницы. В общем, открыли ему больничную. Прописали уколы. Он зовет меня на процедуры. Че он такой зеленый? У меня, говорит, уже все болит. Я еще ничего не сделала. У него уже все болит. Сделала ему укол. Не знаю, что там за укол такой. Какой-то зеленый. У него, в общем, обострился остеохондроз. Раньше мы делали снимок и говорили, что у него искривление позвоночника. Но сейчас посмотрела невролог, говорит, все хорошо. Много-то это из-за нервов может быть. Обострение. Сказал пить там успокоительные какие-то, что-то еще. Но на самом деле на работе сейчас очень такая напряженка. И вот как только его ставят старшим сменой, ну, получается, следить за очередью, разговаривать с конфликтными заявителями. Вот у него начинается. У него либо давление начинает скакать, либо спина начинает болеть, либо думали, иногда болит сердце как будто бы. Но это на самом деле что-то с неврологией связано. Как только ставят его старшим сменой, у него проблемы начинаются. Я говорю, работай простым оператором, чтобы не было никаких проблем. Потому что все, что ты сейчас зарабатываешь, какую копеечку тебе сверху платят за старшинство, я говорю, тут ты сейчас все на лекарства, на врачей тратишь. Поэтому здоровье дороже, работай простым оператором, не парься. Вот, так что Макс на больничном. Я уже послезавтра закрываю, выхожу. Мы с ним меняемся местами. Мы вышли с Настюхой из поликлиники. Смотрите, какая круть. Настюха тоже хочет туда прийти с самокатом. Мне кажется, что это страшно. Смотри, там совсем маленькие катаются. Им не страшно. Это же малыш. Не малышка. Блин, так классно. Мы шли туда, было так тепло, а сейчас ветер. Тучками все затянуло, холодно, я замерзла. Настя, побежали. Нам нужно зайти в книжный магазин, купить циркуль. Все, взяли. Циркуль взяли. Точилки взяли. Идет самый голодный ребенок в мире. Живет сосиску в тесте. Вкусно? Обедаю так. Дом не кормят, да? На улице все вкусно. Да. Ах, опять он примчался. Сделала, помыла утром голову и новым бальзам сполоснула. У меня теперь... Гаврюша! У меня теперь волосы как сосульки висит такие. Убери свой хвост. Ну, в общем, хотим устроить бассейн Гаврюше. Он один раз так упался, классно. И этот, ну, уже просится. Он уже в раковину лезет. Когда в посуду стоит у раковины кто-нибудь моет, включает воду. Все, он прям туда, прям в эту воду. Поэтому набрали ему в тарелку блюда воды. Сейчас попробуем его приманить. Ну, он и сейчас прилетит, сам увидит. Вот и придет. В общем, сейчас я вам покажу, как он купается. Гаврюш, пойдешь купаться? Гаврюш, пойдешь купаться? Нет, я не могу. Сейчас он... Он еще не понял, что хотят. У нас здесь ничего вкусного нет. Чуть я должен к вам идти, да? Гаврюша, Гаврюш? Нет, я не могу. Сейчас вам сообразить. Ага. Гаврюша, а тут водичка. А тут водичка. Сейчас он пока со своей смелостью. Гаврюш, вот тебе прям. Пока он там надумает, я вам покажу вот такую огромную банку. Мы купили витамин. Вот если сравнить с Настюхиной, вот она маленькая. У нее здесь 90 штук, 90 рыбок. Вот здесь 120. Но смотрите, какая она огромная, потому что это витаминки для взрослых. Сейчас я вам покажу. Вот такие они огромные. И вот такие вот капсулы нужно по три штуки в день пить. Во время еды, утром, в обед и вечером. Вот купила на всех. Хватит нам это примерно на две недели. Закончится, нужно будет взять еще. Настюха вот такие рыбки пьет. Да, вкусный батончик. Я помню. Мы с Настюхой решили чай попить. Я брала в Аршане вот такие батончики. Вот. И все банановые мы съели. Остались вот такие. Я брала на пробу. Что-то все на него смотрели, никто не ел. Сейчас попробовали. Вкусные, тут как будто крошка из печенья. Они такие диетические, без сахара, по-моему, на фруктозе. Шоколадная глазурь. Держи. Мам, я помню такие конфеты, они точно такие же. Там шоколад и внутри начинка шоколад. И там тоже есть с печеньем. Угу. Вот. Вкус точно такой же. Ах, не ноготь, ешкин кот. Мармеладку. Ноктя вкуснее. У меня весь лак ободрал на ногтях. Да? Фашист. Фашист. Пойдем купаться. Пойдем купаться. На. Вот сюда надо встать ногами, лапами. Когтищами. Он не любит... Опять пошел грызть паразит. Он не любит на пальчик, он любит только вот сюда, он любит только вот сюда. А на пальчик он не любит. А я тут. Привет. Привет. Пойдешь купаться? Ты купаться пойдешь сегодня или нет? Тебе нравится мой байдан для волос? Пошел на другую плечо. Привет. Давно не виделись. Ты купаться пойдешь сегодня или нет? Он чмокнул тебя. Он пополз, пополз. Ты не купался? Нет, он стесняется. Пойдем водные процедуры принимать. Ну иди тогда в баню. На пол нельзя. На пол нельзя. Птица шкодная. Воробей ты. Ты воробей. Хорошо, упала? Как ты себя чувствуешь после уколчика? Поспал. Легче стало? Не, полегче. Полегче стало. И еще ему прописали таблетки, которые мне от шеи прописывали. Я их не допила. Он пьет. Допивай. Я думала, что он в кармане. И думала, где мой телефон? Я потеряла телефон, потом смотрела, что он в кармане. Было. Когда? Часто. Очень часто. Мама кладет телефон в карман и забывает. Потом ищет его везде. Мы собрались в каре покупать Насте туфли, потому что что-то я очухалась, что уже тепло. Надо что-то уже одевать, сапоги снимать. А что одевать, одевать нечего. Еще она сменку школьную тоже всю истрепала. Я ее выкинула. Поэтому едем за туфлями. Сама маленькая, худенькая Алапинь, как у мамы с папой. Ну что? По сути, ей туфли нужны на три месяца, до лета. Потом уже осенью будет они малые. Это почем? 2 500? 2 400. А вот эти три. Да, вот эти на ней лучше сидят, на 3 тысячи. Ну что скажешь? Какие? Кипец. Точно, походи, чтобы ты не говорила, что тебе где-то палец жмет или еще что-то натирает. Смотрите, прямо здесь в торговом центре есть кабинет для вакцинации. Как бы сейчас он пуст. Ну так вот, если что. В Ленку забежал, привился. Больного папу таскаю туда-сюда. Тележку пошел относить. Ой, в общем, зашли в фамилию. Я себе взяла такую курточку легкую, потому что в эту она уже еле на мне застегивается. Вместо того, чтобы худеть, я вещи побольше себе покупаю. Ну вот такая вот и цена хорошая прям. Она стоила 10 тысяч, а я ее за 2700 взяла. Такая скидка хорошая. Вот. У нас с капюшончиком, потому что здесь тоже, если дует сильный ветер, я шапки носить не могу. Еще если тепло. Вроде как без шапки ходишь, вот тут ветерок подует, и все. Так раз, капюшон накинул. Вот. Настюхе взяли осенне-весенне такие хорошие туфельки. Вот. И дождь ходить, и все. И взяли такие обычные туфельки на сменку на урок, на в школу. Голодного, хромого, хлямового, косого. Ничего. Хоть шукольчик сейчас сделаю. Там один раз в день надо делать. Я бы сделала. Скажи, больно было? Нет, не больно было. Обидно было. Позадница треснула. Я когда маленькая была, мы ходили домой делать в медсестре, потому что я орала всегда в поликлинике, я орала. Я орала по дороге от дома до поликлиники, там орала. Обратно еще шла, орала. А пока мне мороженое мама не купит. Вот. Ты больше из мороженого одна орала, что мороженое. А потом и эта мама, мамина знакомая, она медсестра. Она говорит, приходите ко мне домой. Я сделаю. Мы пришли к ней, и она этот, ну, страшно, все. Она говорит, не бойся, тебе больно не будет, поверь мне. Ну, ладно. Она мне как шлепнула по жопе. Я от испугаю этот, и замолчала. А она в этот момент раз и наткнула на голову. И вообще не больно, когда не ожидаешь. А, блин. Все улеглись спать. Мама в это время идет на кухню ужинать второй раз. И пить чай. С такими печеньками. Ну, половинку только съела. И вот с таким хлебом в Ленте брали. Такой вкусный хлеб. Там и грецкие орехи, и узем, и курага, и семечки, и вот какие-то еще зернышки. Такой очень вкусный, такой вот сытный, прям питательный хлеб. На завтрак хорошо. Не спится и все. Вот куда мой сон девается? Вроде так вот в течение дня немножко сон клонит. Утром я встаю очень рано. Настюха мне спать не дает. Вечером тоже хожу, зеваю. Но вот как только время приходит спать, после 10 часов, все. У меня сон пропадает. Я не хочу спать. Я уже всех уложу. И хожу до часа, до двух часов ночи. Я не могу уснуть. Что со мной происходит, я не знаю. Вот так на меня больничные влияют. Пока работаешь, ты устаешь на работе, приходишь, покушаешь и ложишься спать. Потому что завтра опять рано вставать. Когда ты дома, вроде бы тоже без дела не сидишь, а все равно как-то сон куда-то девается. Не могу себя никак заставить немножечко придерживаться хоть какой-то диеты, какого-то правильного питания. Несколько раз начинала держать интервальное голодание по предложению. Три дня. Три дня. Потом все. Что-нибудь вкусненькое купит или что-нибудь вкусненькое приготовим на вечер. И все. Ладно. Сейчас я сегодня поем. Завтра заново начну. Скидываю это все. Обнуляю счетчик. Заново начинаю. Хотя сегодня прочитала. Одну статью там написано, что даже если вы сорвались, не начинайте сначала. Продолжайте. Срывы допустимы. Даже есть в каких-то диетах специальные такие дни, когда ты можешь себе что-то позволить. Когда ты вот прям придерживаешься всего. Такой как праздничный день. Ты можешь пироженку себе какую-то позволить или еще что-то. И когда очень сильно хочется похудеть, начинаешь верить всяким чудо-средствам. Вот я зачем-то взяла и купила себе турбослим. Турбослим день и турбослим альфа. Купила в Ашане. На кофе, не знаю. Хочется верить, конечно, что это помогает. Чтобы ты ел и не поправлялся. Это просто что-то на грани фантастики. Вот этого я еще зеленого не пила. Пила вот этого красного. Но я даже чуть не знаю, вместе можно как-то пить или нет. Мне кажется, что это такая фигня. Но может быть сработает как аутотренинг. Если будешь принимать, будешь есть. Вот я принимаю. Это значит, ты должна похудеть. Значит, мне меньше хочется есть. Ух ты, и помогает. Мне хочется меньше есть. Ух ты, я худею. Что еще рассказывать по поводу квартиры. У нас что-то все застопорилось. Мы сейчас ждем на согласие супруга от продавца. Вот на совершение сделки. Мы ждем сейчас выписку из домовой книги. Мы сейчас ждем копии финансового лицового счета. Уже мне с банка звонят. Ну, типа, а что, где ваши документы? У нас все проводится в электронном виде. Все документы на сайте загружаются, подгружаются. Вот они это все видят. Я со своей стороны все подгрузила, а продавец что-то как-то тянет. Но мы с ним на связи переписываемся. Они сказали, что они работают продавцы. Мы даже не знаем, кто продавец. Мы работаем через представителя. Он показал нотариальную доверенность, что он работает по доверенности. Вот я думаю, что продавца мы даже не увидим. Так что доверенность нормальная. Я все почитала. Да, у него есть полномочия распоряжаться данным имуществом. Все хорошо. Так что по поводу этого я не переживаю. Но пока все застопорилось. Они работают. Мы ждем, пока они сделают согласие нотариальное. И документы возьмут. Документы я знаю, что это проблемно взять. Потому что это наш паспортный стол. Она работает в определенные дни. И на весь огромный район она одна паспортистка. Поэтому к ней очередь. Я уже по личному опыту знаю, что это не так все быстро. Такие новости. Завтра хотим мы съездить в Икею. Я хочу немножко поэксплуатировать Макса, пока он дома. На больничном бедной укольчики делаем. Но ему уже легче. Вот после первого кола уже ему хорошо. Таблетки он выпил. Все хорошо. Поэтому я думаю, завтра можно его поэксплуатировать. И съездить в Икею. Посмотреть технику. Там же рядом Мега. Хотим зайти в видео. Тоже посмотреть, что почем. Где, что надо будет прикупить. По минимуму. Это плита варочная, холодильник, стиральная машинка. Спасибо, что смотрите видео. Заходите на канал. Комментируйте. Оставляйте комментарии. Очень иногда полезные советы. Очень иногда приятные комментарии. Всем желаю хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok